Я видел, что земля не плоская, если бы. Можно когда-то говорить? Сейчас христианство, это другое. Да, слава Богу, да. Слава Богу. Слава Богу. Очень интересная тема, правда? Много интересная тема. Алексей, когда-то меня пытался затянуть, поплыть, по-моему, год тому назад. Мы с моей супругой, с Натальей, мы вообще дайвери, дайвингисты. Кроме того, что мы много, кто еще? У меня есть допуск до 40 метров ныряния. И разрешение заходить на затонувшие объекты. И мы вот с Натальей думаем, куда? Мы были на Мальдивах, на Индийский океан, на Атлантике, на Тихом океане. Я был на Северо-Ледовитом океане. А я был на Северо-Ледовитом океан. И вот сейчас нам Алексей подсказал, куда нам... Всегда Алексей не подсказал, когда это у тебя, следует, что я под. Следующее видео будет с острова Фиджи. И следует, что ты не клипчешь, ты будешь от острова Фиджи. Да, я думаю... Да. Мне всички, мы знаем, что у тебя. Аминь. Ну, я хотел бы еще попробовать, так... Мне очень понравилось когда-то... Тема про краеугольный камень. Алексей все правильно сказал. Ну, вот в Болгарии я как-то шел по Несебру. И видел там очень много старых древних церквей. И видел там много старых древних церквей. Кто был на Несебру? Кое было там? Слава Богу. Там есть церкви Пятого века. Има церкви от Пяти века. Есть церковь Седьмого века. Има церковь от Семья века. Есть церковь Девятого века. Има церковь от Девятия века. Десятого, одиннадцатого и так далее. И вот мы смотрели вот там вот такие своды. И не глядох мы там такие своды. Такие арки различные. Различные арки. И нам один экскурсовод, он объясняет. И еще один из таких вот значений перевода краеугольный камень. Вот видите, там наверху есть такой камень, который вот как бы так как лин выглядит, забит. И вижу, ты там на горе им один камень, какой-то такой забит там на горе. Ну, то есть вот свод. Им вот здесь свод. Такая каменная арка сделана из камней. Камена арка. А на самом верху забит клин. А на горе има забит один друг камень. Ну, примерно вот такой формы, как конус. То есть примерно формата на конус. И он объясняет, вот это и есть краеугольный камень. То объясняет, что это краеугольный камень. Что это значит? Если вот этот камень убрать оттуда. Вся эта конструкция, она просто рукует. Вот эта арка держится за счет вот этого краеугольного камня. И там же арка содержит само засметка на този краеугольный камень. Ну вот лично мне так понравилась вот эта мысль вообще. На меня только мне нравится тази мысль. Вот это архитектурное откровение, я бы так сказал. Архитектурное откровение, я бы сказал. То есть краеугольный камень, он как клин сдерживает всю эту арку. Краеугольный камень, то и сдерживает целую арку. И держит все вот эти камни, он даже их в какой-то степени вот так расклинивает. То и ги раздаличава, аку требует. И они все с годами становятся еще только крепче. И со сглазинами ставят все по здраве. Понимаете, да? Вот это очень хороший прообраз Иисуса Христа. Твой добрый прообраз на Иисуса Христос. То, что он на небе, правда? За что-то то и на небе. И он краеугольный камень. То и краеугольный камень. Раньше я этого не понимал. Как краеугольный камень может быть наверху? Я спределно разберег, как краеугольный камень может быть на горе. А вот, пожалуйста. И это может быть так. Посмотрите на вот этот свод, на вот эту арку церковную. Вгледнете, тоже свод, арка в церкви. В городе Несебер вы можете увидеть много-много таких сводов. И в городе на севере можете видеть много таких примеров. Слава нашему Богу. Да, ну то есть, конечно, краеугольный камень это и то, что в основании. Краеугольный камень это, это фундамент. Я даже не могу объяснить, конечно, значение. Дори не могу объяснить значение. Вот этой вот линии, которая буквально вот так по всей земле проложена, вот такая бетонная стена. Не могу объяснить значение на тази линии, которая минала под целую землю. Непонятно, с какого она вообще материала сделана. Не можем, да разберем, каков материал направлено. Может быть, Бог вот так наложил какой-то обруч, чтобы земля вот так не развалилась. Может быть, твоя обруч развали. Вы знаете, как здание скрепляют, правда? Она не совсем обруч, полукругом. Полукругом, да? Ну, под Антарктидой же не видно, под льдом. Она туда дальше идет, проходит. Она до полюса идет. До полюса. Ну, вот это вот тайна. Ну, она... Как скоба, да? Да, ну, объяснить, кто может? Ну, вот трудно объяснить. Вот книги задаются вопросы, на которые ответа и по сей день нет. Кто туда? Вот водолазы ныряют сегодня там, ну... На 100-200 там. На 100-200 метров. Есть батискафы, которые там в эту впадину, как это впадина самая? Марианская впадина, да? А батискаф выпускает. Там такое давление. Ну, кто туда? Если тут Марианская впадина, если что, не могут разбереть. До самого дна даже еще до сих пор не дошли. И не са стигали до днато. То есть наши человеческие возможности ограничены. И человеческие невозможности са ограничены. Когда первый человек взлетел, да, в космос, это был Юрий Гагарин. Когда первый человек был полетел в космоса, Юрий Гагарин. И коммунисты сделали такое заявление. Бога нету. И коммунисты са направили заявление, что Бог его няма. Потому что Гагарин был в космосе. Защото Гагарин был в космосе. И там Бога не нашел. Там не е намерил Бог. ну кстати мы смотрели другой другой фильм он по-моему называется союз 17 один космонавт которая случилась очень опасная ситуация на корабле авария если бы он не справил то они могли погибнуть это тоже был советский космонавт он вышел и начал там делать какие-то работы фильм очень четко и ясно показывает что если бы кто-то не помог то эти космонавты наверняка бы погибли кого увидел этот космонавт по-моему это был леонов не он точно видел ангела он вернулся с космоса и рассказал имел ошибку рассказать об этом руководство и что после этого приняли и его просто отстранили от полета и просто сошел с ума но потом фильм заканчивается тем что он опять экстренно его отправили потому что кроме никто не мог его справиться и там уже со вторым космонавтом вышел в космос и и вече со вторым космонавтом вышел в космос чтобы еще один свидетель был за да покажи ось за да има още свидетел потому что писание говорит при двух свидетелях писание то казва при двама свидетели и уже два свидетеля видят ангелов в конце филма и вече двама свидетели виждат ангел вече в края на филму о чем это я сегодня говорю о том что человек оторвался немножко на два метра от земли и говорит уже бога нет и казва че бог го няма но кто летал там например там за десятки тысяч световых лет но бачи не ли кой е бил за кой е летял от десятки хиляди светови години и кто погрузался в саму глубину вод и кой е могил да поэтому я сегодня в большей степени о том что бог на самом деле везде и бог и навсяк где кто ищет тот его находит кто не имеет желания тот и находят тысячи причин доказать а кто имеет желание найти тот найдет тысячи возможностей чтобы найти бога поэтому спасибо большое благодаря на алексей за сегодняшнее слово я думаю мы всей церкви полетим на фиджи мысли состяло это церковь что удивлен на тази остров фиджи мы это очень потому что это очень захватывающе это очень интересно вам много интересного слава богу слава на бог что у нас по планам будем молиться за финансы